Путин, Шойгу, Герасимов, где Пригожин? Куда пропал? Ведь так дышал, рычал и обвинял, и даже на Москву через Ростов ломился. А тут как будто саморасчленился, оставив потомкам последнюю фотографию в палатке в одних трусиках. Правда ли, что его грохнули и сожгли во избежание опознания, или он продолжает курсировать на своих джетах между Питером и Белоруссией, где расквартированы остатки его мятежной армии? И правда ли, что Путин уже отдал приказ использовать это мясо в провокации против Польши, дабы закопать их там чужими руками и уже окончательно? И чтобы в новом учебнике истории Мединского ни слова не было сказано про этого лысого черта и его мятежную фаршированную дивизию? А может он уже в Африке и командует переворотами? Как бы там ни было, а крыса восстановилась быстро, и репрессии усилила, и войну затянула, и готовится повысить ставки вплоть до Третьей мировой? Недобитое большевичье, гремя каторжными кандалами истории, вновь возмечтало раздуть мировой пожар. В роли планетарного буржуя, изнеженная Европа, страны НАТО и не дающая покоя проклятущая Америка, по которой надо было шарахнуть еще во время Карибского кризиса. В 62-м только вот Хрущев зассал. Зато теперь все серьезнее. Махач-то будет последним, пролетарием отступать некуда, внутри уже все развалено и отжато, санкции щемят под санву во всех местах, с востока подпирает Китай, с запада НАТО, даже Украина так настучала по шарабану, кровавые сопли в разные стороны. Правда, схематоз работает, и иллюзия тех же условий, что были до войны, пока еще сохраняет обманчивый эффект безнаказанности. Дескать, все нам нипочем. Нет у вас методов против кости Сопрыкина. На самом деле, при малейшем развороте политического ветра весь этот карточный домик обрушится. В одно мгновение никто даже не успеет понять, как такая конструкция вообще могла существовать, и на каких соплях все держалось. А это волшебные сопли совкапитеков, которыми вот уже целый век склеивались и прессовались очередные прожекты безумных вождей. И если в 91-м оголодавшие мохнатики еще могли жалоб натянуть исхудавшие ручонки в сторону мирового сообщества, искулить нас обманули коммунисты, то теперь такой номер не пройдет. Поздний СССР не начинал грандиозных войн. И то развалился после ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. А вернувшиеся домой воины-интернационалисты обеспечили бандитскую веселуху 90-х. Не без участия чекистов, разумеется, которые скромно стояли в тени и из подволь направляли процесс в нужную сторону, чтобы могилизировать кого надо, а потом спокойно взять власть. Теперь же в глобальных преступлениях против человечества замазана вся банда, так долго мимикрировавшая под народ. Дело в том, что никакого народа, как некой общности, в общепринятом понимании, в России нет. Есть многомиллионная наднациональная масса криминальных элементов, мыслящих в парадигме зоновского выживания и до усрачки боящейся гнева администрации. Система установлена двухпартийная. В тылу шерстенеют выживальщики, на линии фронта коченеют выживальщики. Если тебе не повезло и тебя записали в партию выживальщиков, сдохни достойно, иначе тебя свои же посадят на бутылку, изнасилуют и выпустят кишки. Иного выхода нет. Точнее, раньше он был, но сотник с академиком Рыжовым все время сгущали, призывая уезжать, пока не поздно. Теперь поздно. Ворота закрылись. Последний парад наступает. Командовать парадом будет Пу! Субтитры создавал DimaTorzok